Старшеклассники и студенты, которые пришли во Фрянове к мемориалу памяти воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, собрали палую листву, почистили газоны и помыли гранитные плиты. Перед началом работы ребятам рассказали о работе поисковых отрядов, их кропотливом труде, благодаря которому на гранитные плиты наносятся фамилии погибших в войну фряновцев. Также они узнали об истории создания величественного памятника солдату-победителю, установленного в поселении более 50 лет назад и бережно сохраняемого поныне. Для тех ребят, которые сюда пришли, с одной стороны, это может быть символичное действие, помыть памятник, листья подмести, понятно, что листья опять нападают, но мне кажется, для них это еще и очень важно, не просто прийти на это место, а что-то здесь сделать, как-то с ним повзаимодействовать, действительно посмотреть на фамилии и как-то прикоснуться к той истории. И очень здорово, что ребята откликаются. В 2025 году мы будем праздновать 80-летие Великой Победы. Годы идут, проходят десятилетия, но память о тех, кто отстаивал нашу родину, бережно хранится и передается из поколения в поколение. Я знаю, мне дедушка с бабушкой рассказывали. Дедушкин отец, он воевал на войне, погиб там, к сожалению. Фотографии не сохранились, они были фотографии, но уже утеряны. Письма писали, я письмо в школу относил, когда нам на 9 мая рассказывали тоже о тех событиях и просили принести какие-то цаписи, которые сохранились, потом в музей школьный, там у нас был, отправляли. Фряновские волонтеры на этот раз, работая здесь, на территории мемориала, присоединились к всероссийской акции, нацеленной на сохранение памяти о героическом прошлом страны. Название акции «События немирного времени». Ее инициатор – Министерство культуры Российской Федерации. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.